Всем привет, на связи Дмитрий, канал Дневник Инвестора. Сегодня мы начинаем обучающие уроки по бирже Binance с телефона. Ну что, давайте начнем? В первом видео уроке мы поговорим, как новичку зарегистрироваться на Binance с телефона и пройти верификацию. Скачиваем его обычно в Play Маркете, вот я открыл, называется Binance, торговля, биткоин, ну вот это самое первое. То есть мы уже его скачали и возвращаемся на наше приложение. Открываем его. Здесь у вас, наверное, сразу появится возможность регистрации, если нет, то вы нажимаете здесь логин или регистрация вверху. Дальше берете регистрация кнопочку и можно зарегистрироваться по номеру телефона или по электронной почте. Так как у меня номер телефона уже занят, я, соответственно, вставлю электронную почту и использую ее. Придумываем пароль. Желательно придумать пароль надежный. В нем должны быть цифры и буквы и хотя бы одна большая буква. Ну давайте я напишу простой. То есть я этот аккаунт использовать не буду, просто чтобы показать вам. Давайте как-то вот так сделаем. Так у нас есть. Ну должно пропустить. Нажимаем стрелочку дальше. Дальше нужно проверить код доступа. Здесь просто нужно перетащить пазл и его ровно здесь наложить. Так, хорошо. Теперь у нас появится письмо на электронную почту с кодом подтверждения. Этот код мы сюда вставляем. Здесь идет время. Поэтому за 90, за 60 секунд нужно успеть скопировать этот код. Я подготовил свою почту. Соответственно, я обновляю. Уже пришло подтверждение. Копируем этот код. Возвращаемся в Binance. Вставляем код. Отправляем. Так, ну мы прошли успешно регистрацию на Binance. Но это еще не все. Чтобы у вас был понятный интерфейс в приложении Binance. с телефона, вам нужно зайти сюда, нажать на человечка. И здесь есть две функции. Binance Lite. Если мы нажимаем сюда, появляется Binance Pro или Binance Lite. Binance Lite не совсем понятен интерфейс. Поэтому, чтобы было понятно, нужно перейти в Binance Pro. Для этого здесь написано Binance Lite. Нужно вот это выключить. И вас перебрасывает в Binance Pro. Тогда интерфейс становится легким и понятным. Теперь нам нужно пройти верификацию. То есть мы можем пользоваться приложением и без верификации, но мы не сможем полностью использовать все возможности Binance и все функции. То есть для этого нам нужно пройти верификацию, чтобы мы могли в конце концов пополнять свой счет, выводить деньги. Нам нужна верификация. Здесь желтая такая иконка и кнопочка подтвердить. Нажимаем сюда. Дальше нам нужно выбрать страну подтвердить. Здесь автоматически выбрала Украина. И нажимаем кнопочку подтвердить сейчас. Вписываем свое имя, фамилию и отчество. Можно писать русскими буквами, можно английскими. Обычно я пишу на английский, но сейчас впишу русскими, чтобы это прошло, потому что у меня уже основной аккаунт у меня есть. Дальше мы вводим дату рождения. Выбираем год, месяц и число. Так, дальше нажимаем продолжить. Вписываем улицу, почтовый индекс и город. Ну давайте пропишем. Львов. Возьмем вот такой индекс. Так, хорошо. Индификационный номер вводить не обязательно, но нужен номер. Так как я уже говорил, мой номер телефона использован, я просто введу случайные цифры, чтобы пропустить дальше. Но хотя здесь нужно ввести индификационный, насколько я вижу, он состоит из 10 цифр. Ну желательно тоже ввести, чтобы без проблем пройти верификацию. Опять же, у меня уже аккаунт верифицирован, поэтому я это все только для вас показываю. Так, нам скажут, что аккаунт верифицирован, но это еще тоже не все. Чтобы полностью пройти верификацию, здесь должно светиться зеленая галочка и написано должно быть подтверждено. Давайте я вам покажу. Вот так должно выглядеть. Верифицирован. Значит, мы возвращаемся назад, нажимаем подтвердить. Нажимаем подтвердить сейчас. И здесь уже нужно будет нам загрузить наши документы. Здесь удовлетворение личности, то есть ID-карта, паспорт или водительское удовлетворение. Ну, давайте возьмем паспорт. Здесь нужно только лицевую сторону, а, например, ID-карта и водительское удовлетворение нужно вперед и зад. То есть, проще всего или права использовать, или удовлетворение личности, то есть ID-карту. То есть, вы загружаете свои фотографии, нажимаете продолжить, и у вас выйдет что-то похожее. Сейчас я вам покажу. Вот, вам нужна промежуточная верификация, загрузить после фото документа, загрузить свое портретное фото. Вот пример, как он может выглядеть. Вот мой пример, как я сделал скриншот. Этого должно хватить. Соответственно, дальше вас перекинет в окно, где нужно будет, по-моему, моргнуть несколько раз или покрутить головой на камеру, и тогда у вас идет некая верификация, и вы будете ждать, когда уже пройдет, собственно, подтверждение. Подтверждение может произойти буквально моментально, или же там, наверное, придет вам некое уведомление на почту, сколько времени понадобится, чтобы у вас прошла верификация. Но вы помните, да, чтобы полностью была верификация, то вот здесь должна засветиться зеленая галочка. Тогда все хорошо. В принципе, на этом все. Кстати, забыл сказать, что при регистрации еще была возможность ввести некий код на скидку по торговой комиссии. Чтобы получить эту скидку, я оставлю ссылку в описании. Таким образом, когда вы уже будете пользоваться биржей и заводить, выводить какие-то средства, то у вас будет скидка 10% на комиссию. Ссылка будет в описании. Вот. Ну, на этом все. В принципе, в следующем видео уже поговорим о том, как, соответственно, пополнить наш счет максимально удобным способом, через P2P торговлю, которую я всегда пользуюсь, там практически без комиссии. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ждите новых обучающих видео по бирже Binance с телефона. С вами был канал Дневник Инвестора. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok